Боюсь, мне страшно! Скажите мне, зачем я это заказала? Это можно показывать здесь? Он весь в песке, весь в песке. Мне придется мыться после этого обзора. Всем привет, меня зовут Юля Кот, и как же давно я хотела снять такое видео. Сегодня мы с вами будем распаковывать мистери-боксы. И да, я действительно не знаю, что внутри. У меня есть три разных коробки. Вот эта, между прочим, очень тяжелая. Все они с разным наполнением. В одном боксе должны быть игрушки, в другом одежда, а в третьем, не знаю, какие-то посылки потерянные. Все эти боксы я нашла на Авито, покупала их у разных людей, поэтому они могли туда положить в целом все, что угодно. А что там на самом деле, мы с вами сегодня и узнаем. Так что давайте не будем долго затягивать, поехали! Совсем скоро я поеду в Петербург, так что ждите влог из моего мини-путешествия. И, конечно, я планирую посетить самый большой книжный магазин Санкт-Петербурга, это буквоед. Кроме книг, в магазине представлен широкий ассортимент канцелярий, а также памятные сувениры, которые порадуют как гостей Петербурга, так и его жителей. Так что вы знаете, где останутся все мои деньги. Конечно, чаще я заказываю книги в онлайн-магазине, например, я люблю заглядывать в раздел новинок, поэтому количество книг на моих полках постоянно увеличивается. Прямо сейчас среди новинок появился долгожданный сборник рассказов, посвященный Петербургу. Называется он «В Питере нежить» от популярных авторов Дмитрия Каладана, Джезабел Морган, Антонины Крейн, Лии Арден и других. Приключения, мистика и магия ждут читателей на страницах книги «В Питере нежить». Если вы точно так же, как и я, очарованы Петербургом, то этот сборник рассказов точно должен оказаться в вашей корзине. Еще одна долгожданная новинка в этой подборке — это ностальгия по крови Дарио Каренти. Это леденящий душу триллер, ставший бестселлером в 15 странах. Сюжет основан на реальной истории первого серийного убийцы Италии Винченцо Верцене и его анализе психиатром. Захватывающий и непредсказуемый сюжет. И Лария и Марко — харизматичные и прекрасно прописанные главные персонажи. И, конечно, загадка, которую даже опытному читателю будет трудно разгадать. Книга идеально подойдет тем, кто, как и я, любит true crime и детективные триллеры. И, конечно же, третья часть цикла «Колдун Российской империи» Виктора Дашкевича — «Демон из пустоши». В этой серии уже полюбившемуся читателям графу Аверину, а если вы не читали первые две части об этом колдуне, то это нужно срочно исправить, предстоит отправиться в ледяную пустыню. Считается, что человек, попав туда, погибает. Но так ли это на самом деле? При помощи друзей граф Аверин решается на рискованный шаг. Но кто знает, какие еще демоны могут выбраться из ледяной пустыни и чем это грозит миру. Эти книги, и не только, можно купить в магазине Буквоед. А также вы можете приобрести книги со скидкой 25% по промокоду JULIACOT в интернет-магазине Буквоед. Промокод JULIACOT действует на все, кроме списка исключений и предзаказа, до 9 мая включительно. Так что успевайте порадовать себя книжными покупками по выгодным ценам. Книги доставят в любой уголок России. В ближайший пункт выдачи магазины партнеры, а доставка в магазин Буквоед совершенно бесплатная. Все ссылочки и подробности вы найдете в описании. Так, первую коробку я вам уже показала. Она и правда была очень тяжелая. Вот она, ой. Вот эта коробка легкая, в ней что-то трясется, то есть она как будто бы не полностью заполнена. Третья коробка такая, ну, средняя. Начать я хочу с небольшой, самой легкой коробки. Стоила она 3000 рублей. Давайте посмотрим, что внутри. Она, кстати, вообще никак не заклеена, в отличие от предыдущей. Мне страшно, я очень боюсь, что туда положили какую-то гадость. Давайте вы первые посмотрите, что там. Так, ну, это коробка с игрушками, потому что я вижу здесь Влада А4. Покажу вам, как это все выглядит внутри, и будем распаковывать. Начнем мы, конечно же, с Влада А4. Мне очень интересно, что это такое. Это игрушка-слайм несъедобная газировка. В рамке от Влада бумаги. Внутри стакан, клей для слизи какой-то, проактиватор и пенные кубики. Я думаю, что я сделаю эту газировку в шортс, так что подписывайтесь и не пропустите. Еще здесь 4 разных пакетика. Итак, здесь 3 пакетика с игрушками из серии с персонажами DC. И одни какие-то супер-зингс. Ну, честно говоря, я вообще не знаю, что это такое. Ну, давайте с них и начнем. Давайте распакуем и посмотрим, что это. Очень интересно посмотреть, что здесь вообще есть в этой серии игрушек, потому что, ну, как будто бы это просто насадки на карандаш. Нужно найти экстра редкую фигурку. Давайте посмотрим, может быть, это она и есть, может быть, это... А нет, извините, ультра редкая фигурка. Мне какой-то супер-софт. Вот он. Не очень-то мне и повезло. И предлагаю раскрыть одну из этих фигурок. Давайте вот эту. Надеюсь, что мне попадется чудо-женщина, но мое везение, оно, честно говоря, не очень хорошее, и поэтому, да, поэтому мне попался супермен со скошенным носом. Здесь написано, что это фигурка топпер на карандаш, но она такая большая и тяжелая, что мне кажется, на карандаш это не очень удобно надевать. Но в целом, если бы у супермена был нос в порядке, то ничего, симпатичная фигурка. Здесь еще какая-то баночка. И что это такое? Это слайм. Давайте откроем и будем надеяться, что все мои волосы сейчас не окажутся в этом слайме. Ну, выглядит ужасно. Пахнет тоже. Он еще какой-то грязный, посмотрите. Пожалуй, я его доставать не буду, потому что он действительно выглядит очень липко и очень грязно. Просто, просто уберем его. Еще здесь в коробке вот такое вот лол-яйцо. Давайте его тоже откроем. Немножко асмэр. Оп. Здесь лак для ногтей. Прекрасный, которым я никогда не воспользуюсь. И помада. Ну что? Свотч, да? Я думаю, нужен св... О! И она сразу же сломалась. А как это починить? Сделаем свотч. Она прозрачная. Пахнет пластилином. А может, это и есть пластилин? Может, это не настоящее? Рисковать и пробовать на себе, пожалуй, не буду. А, так она еще и просроченная. Отлично. Она изготовлена в 2021 году. Даже если думать, что у нее как будто бы должен быть срок годности 2 года, она просрочена. Спасибо. Спасибо за такой прекрасный мистери-бокс. И здесь осталось еще два предмета. Это растущие кристаллы. Ну, за сегодня, конечно же, мы с вами их не вырастим. Поэтому следите за шортс. Будем растить их в шортс. Здесь написано вырасти своего зайку. Очень мило. Кристалл за 4 часа. То есть нужно будет ждать 4 часа, чтобы он вырос. То, что здесь осталось, ребят, ну ради этого только стоило покупать этот бокс. Потому что это... Доктор Стрэндж фанка-поп. Я обожаю, во-первых, Бенедикта Кампербетча. Во-вторых, Доктора Стрэнджа. Поэтому вот это, это просто лучшее, что могло здесь быть. У меня, кстати, пока что не было ни одной супергеройской фигурки, чтобы вы понимали. Я хочу его распаковать прямо сейчас. Правда, немножко у него коробка, конечно, помятая. Ну ладно, что поделать. Главное, что это Доктор Стрэндж. Unpacking. У меня не было ни то, что ни одной супергеройской фигурки. У меня не было ни одной фигурки, которая трясет головой. Теперь есть, ура! Доктор Стрэндж, конечно, потрясающе. Еще с этой лопатой это просто что-то. Подставка у него не предусмотрена. Поэтому будем надеяться, что Доктор Стрэндж будет стоять и без подставки. Ну красота! Я буду оценивать каждый бокс по 10-бальной шкале. Этот бокс за 3000 рублей я оценю на 7 из 10, потому что здесь была фигурка фанка поп Доктора Стрэнджа. Если бы ее не было, ну, я не знаю. Но здесь, правда, я нашла ее в конце, и я просто в восторге. Итак, у меня осталось еще два бокса. Один с одеждой, другой с потерянными посылками. И давайте, наверное, распакуем тяжелый бокс с одеждой, потому что мне очень интересно, что там. Насколько я знаю, там должна быть еще и обувь. И этот бокс самый грязный и самый потрепанный жизнью, поэтому я даже немножко боюсь его распаковывать. Я очень надеюсь, что там нет ничего страшного. Потому что, честно говоря, я прям очень боюсь, что там может лежать что-то жуткое. Давайте его распакуем и посмотрим, что же мне туда положили. Очень страшно, мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Я думаю, что я после этого все свои вещи постираю после того, как я трогала этот бокс, потому что он, правда, очень грязный и выглядит очень жутко. Вот так вот это все выглядит и падает, поэтому давайте скорее распаковывать. И, правда, он очень тяжелый. Сразу начнем с вот этого пакетика, потому что я на него обратила внимание. Мне интересно, что там. Это какие-то сережки. Правда, я не ношу бижутерию в ушах, но выглядит все равно здорово, как будто бы очень даже ничего. Покажу вам поближе, как это все выглядит. Сначала уже неплохое. Упали вот такие вот носочки. Носочки с цветочком. Это что-то интересное, конечно. А я надеюсь, они чистые хотя бы. Очень надеюсь на это, потому что это... Трусы. Следующее. Это чехол на айфон. И это чехол, который не подходит на мой айфон. Здорово, потому что это чехол на айфон на Pro Max, как я понимаю. А у меня просто Pro. Поэтому вот такой вот проводочек еще здесь лежал. Но мне он, к сожалению, тоже никуда не подходит. Дальше какая-то очень интересного характера вещь. Давайте посмотрим, что это такое. Мне немножко страшно. Это можно показывать здесь? Носить мы это, конечно же, не будем. Дальше это уже, надеюсь, точно не белье никакое. Это похоже на футболку. Давайте посмотрим. Это какое-то очень крошечное белое платье. Оно настолько крошечное и настолько просвечивающееся, что я его не надену, пожалуй, никогда. Смотрите, здесь просто видно, видно все сквозь него. Если это только дома носить в качестве какой-то ночнушки, я не знаю, потому что, ну, именно как предмет одежды это нельзя использовать. Здесь еще и какое-то желтое пятно неизвестного характера. Все очень здорово, очень весело. Следующий, это точно уже должна быть футболка. По крайней мере, я на это надеюсь, что хоть что-то из этого бокса я хоть как-то смогу использовать в реальной жизни. По крайней мере, очень хотелось бы. Это футболка, но она очень маленького размера. И я ее могу себе натянуть разве что только на нос, потому что, ну, посмотрите, какие у нее рукавчики. Я, очевидно, в эту футболку не влезу. По качеству, кстати, вроде бы даже нормально. Если постирать, можно носить дух. Она пыталась находить хоть что-то положительное в этой распаковке. Едем дальше. Здесь уже что-то поплотнее. Что это такое? Это очень некрасивая футболка. Носить мы это, конечно же, не будем. Выглядит это вот так. С какими-то полудлинными рукавами приходится вот так вот прям показывать. Это очень странная вещь. Скажите мне, зачем я это заказала? Давайте покажу вам сразу. Здесь лежит пара обуви. Собственно, как и было задумано. И она 39 размера. Пара кроссовок, кстати. Очень сильно пахнет, очень сильно пахнет чем-то синтетическим. Выглядят они вот так. Внутри написано, что это у нас Emporio Armani. Да? Да? Ну, я думаю, что это у нас Emporio Armani какой-нибудь. Но, кстати, кроссовки в целом неплохие. Клей, правда, торчит везде. Ну, это издержки, понимаете? Пока что кроссовки это единственная более-менее адекватная вещь из всей этой коробки. Потому что все остальное, оно либо очень маленькое, либо вообще непригодно для использования. Либо это трусы. Тут еще какой-то большой пакет. И мне кажется, что это брюки на самом деле. Да, это брюки. И, кстати, они на резинке. Но, они очень большие. Но прям не на меня. Хотя цвет мне нравится. И они плотные достаточно. Есть такие подворотики. То есть это как будто бы, знаете, такие офисные брюки из соответствующей ткани. И ткань у них очень плотная. И нормального они качества. И нитки нигде не торчат. Но вот единственная проблема это размер. Если бы они были моего размера, то, честно, я бы даже носил, наверное. Потому что выглядят очень даже неплохо. Здесь еще вот такой вот ремень. Ремень в клеточку. Разматывать я его не буду. Просто вам покажу, как он выглядит. Я так надеялась, что я распакую этот бокс. И здесь прям будут такие крутые вещи. Я их буду носить. А в итоге что? Вот здесь какой-то у нас пловер серый. Давайте откроем, посмотрим. Ну вот, кстати. Если он тянется, то я бы, может быть, это носила. Потому что он очень приятный по качеству. Вам, наверное, это не видно. Я покажу сейчас поближе. Это просто серый пулловер с V вырезом. Но он очень-очень приятный по качеству. Размер написан SM. Так что, скорее всего, мне должно подойти. Но, честно, покупать коробку за 3000 рублей ради одной кофты, ну, да, такое себе удовольствие. Ещё одна, мне кажется, что это футболка. Она практически такая же, как оранжевая. Давайте посмотрим. У неё какие-то бумажки наклеены. SMR-отклейка. Немножко приклеилось. Сделаем вид, что мы этого не заметили. Розовая футболка. Там написано, что она размера M. Ну, не знаю. Она как будто бы всё равно выглядит очень маленькой. Потому что у неё маленькие и узкие рукава. И мне не совсем нравится вот этот принт. Напишите в комментариях, как вам. Стали бы вы носить такую футболку или нет. Здесь лежат джинсы. Давайте, пожалуйста, скрестим пальчики, чтобы они были моего размера. Ну, хоть что-то здесь должно быть моего размера. Ну, кстати... А выглядят они как размер мой. Плотные такие. Очень даже неплохо выглядят. Серого цвета. Тоже по ниткам. Ну, почти всё нормально. Они тянутся немножечко. А мне кажется, они мне подойдут. Я обязательно поверю и эти штаны, и красный, и серый пулловер. И покажу вам в Телеграм у себя, как это выглядит. Так что подписывайтесь. После этого видео я обязательно выложу в Телеграм, как это всё смотрится на мне. Если вам понравится, то я вам, наверное, в ТГ. И оставлю ссылки на эти боксы. Вдруг вы тоже захотите вот так вот сюрпризики какие-то получить. Здесь осталась ещё одна вещь. Это очень похоже на рубашку. Давайте посмотрим. У неё немного странноватый фасон. Короткие рукава. Я всё-таки люблю, чтобы рукава были длинные и объёмные. А у этой рубашки они короткие. А сама рубашка очень широкая. То есть она какого-то, получается, странного размера. Мы с вами распаковали мистери бокс с одеждой. В ней мне почти ничего не подошло, к сожалению. Стоил он 2600. Более-менее нормальные там были кроссовки. Если они мне подойдут по размеру, то их можно использовать, да, для бега. Но ещё там было две пары брюк, которые я обязательно померю, покажу у себя в ТГ. Потому что, возможно, они мне подойдут. И я их буду действительно носить. И серый пулловер. Но, конечно, это не стоит 2600. Да, там очень-очень много одежды. Но она вся разного размера. Что-то странное. Там есть предметы белья, которые, да, я бы не хотела абсолютно носить. Поэтому, наверное, этот бокс я оценю на 6 из 10. Но было интересно. И теперь давайте же распакуем бокс с потерянными посылками. Ох, как же я надеюсь, что здесь будет что-то полезное для меня. Стоил этот бокс 2000 рублей. Давайте проверим, окупятся ли мои 2000 рублей. Смогу ли я хоть что-то из этого бокса вообще использовать. В первую очередь я покажу, ой, вам, что там внутри. Почему здесь один пакет какой-то? А, нет, у нас не один пакет. Вот здесь внутри другие разные пакетики и коробочки. Давайте их откроем и посмотрим, что внутри. Начнем, конечно же, с вот этого. Надеюсь, я ничего не разрежу из того, что там лежит внутри. Ну, там какая-то фигня лежит. Что это такое? Что это? Куда? Куда? Это вот так? Или как? Это звезда на елку? Что это такое? Я недовольна. Что я с вот этим вот должна делать? Что это? Напишите в комментариях, потому что я вообще не понимаю, что это за бумажное нечто. Следующим откроем вот это. Экстра грязный черный пакет. Блокнотик. Стикер с щенячим патрулем. Щенячий патруль. Замечательный мультфильм. Но! Хотела ли я стикеры эти? Нет, конечно, не хотела. Это вообще просто какая-то девочка и зубочистка. Magic water book. Смотрите, здесь какая-то очень страшная штука. Она вот такая вот какая-то желейная. К тому же она очень грязная. Не боюсь, мне страшно. Шампунь мужской от перхоти и выпадения волос. Как полезно. Буду использовать, девочки и мальчики. Теперь вот такой вот маленький пакетик. Надеюсь, здесь тоже стикеры с щенячьим патрулем. Было бы славно. Что это? Здесь тоже бархатный мешочек. Но мы такой сегодня с вами уже нашли. А, и украшение в виде глаза. Вот такое вот. Я его даже распаковывать не буду. Ну, кстати, выглядит неплохо, но не стоит того, чтобы покупать бокс за 2000 рублей. Как вы думаете, что это? Угадайте. Давайте ставьте это видео на паузу. Да, так нужно говорить. Ставим видео на паузу и пишем в комментариях, как вы думаете, что это такое. Это корм. Кошачий корм. Мяу. Я люблю кошек. Вы знаете, что у меня есть кошка-сфинкс, но она такой корм не ест. Поэтому я, наверное, отвезу этот корм другим кошкам. Спасибо, что он не просроченный, кстати. Потому что у него срок годности до 23.08.24. То есть его еще можно давать животным. Еще один очень сильно грязный пакетик. Он весь в песке, весь в песке. Мне придется мыться после этого обзора. Это что? Какие-то патчи под глаза, но они не выглядят как гидрогелевые патчи. Это самый бесполезный бокс из трех. И последнее, что лежало в этом боксе, это вот такие вот наушники. Написано Sport Wireless Headset. Смотря какой фабрик, но я такие наушники не люблю. Я не понимаю, кстати, они Bluetooth. Непонятно, потому что все люди, которые нарисованы на этой коробке, они без наушников. Это Bluetooth наушники. Это уже плюс, но мне не очень нравится вот эта вот задняя часть у них. Поэтому я их даже распаковывать не буду, потому что, ну, я не буду их использовать. Итак, насколько же я оценю этот прекрасный бокс с посылками за 2000 рублей? Один из десяти. Или ноль? Напишите в комментариях, насколько вы бы оценили эти боксы, и что вам вообще из них понравилось или пригодилось бы в жизни. Потому что, например, из последнего бокса мне не пригодилось бы буквально ничего. Бокс с одеждой это что-то такое 50 на 50, потому что в целом что-то из этого мне просто не нравится, что-то не подходит по размеру, а что-то это просто какое-то очень странное нижнее белье. Бокс с игрушками мне понравился только потому, что теперь у меня есть Доктор Стрэндж Башкотряс. Вот он. Вот он, давайте еще раз на него полюбуемся, потому что, пожалуй, это было лучшее из всех боксов, что мне попалось. Это Доктор Стрэндж. Только потому, что у меня есть он, я не расстроена после съемки этого видео. И не пойду плакать. Примерку одежды, как и обещала, выложу у себя в Телеграм-канале, так что не забывайте в него переходить и подписываться. И обязательно напишите в комментариях, как вам это видео, и хотели бы вы, чтобы я еще сняла подобный ролик. Ну а на этом все. Мы с вами увидимся совсем скоро, буквально в следующем видео. Пока-пока!